приветствую вас на канале светлана свяжет я вяжу корзинку с крышкой и решила поделиться с вами опытом вязания именно крышки вяжу я из шнура карамель у меня деревянная донышко в этой корзинке вот такое диаметром 12 сантиметров а для крышки я взяла круг диаметром 15 сантиметров корзинку я вывела на нужную высоту мне но какую обвязку здесь применить я выберу после того как свяжу крышечку потом объясню почему и так круг для крышки крючок у меня номер пять и шнур карамель неважно сколько отверстий в вашем круге оставив небольшой кончик нити обвязываем этот круг просто столбиками без накида не затягивая в каждое отверстие провязываем по одному столбику без накида подошла к концу и последний столбик провязываю коротким кончиком нити и прежде чем замкнуть ряд этим концом нити я рабочую нить выведу на свою сторону теперь замыкаю ряд как обычно обвиваю первую косичку возвращаю кончик в последнюю косичку ряд замкнут и теперь вы уже догадались наверное что раз я вывела основной нить на лицевую сторону значит я буду делать обвязку по изнаночной стороне и по изнаночной стороне я провяжу ряд соединительных петель вот косичку только что провязанного ряда здесь можно вязать по плотнее только что провязанный ряд загнется вот так вот вниз это и будет бортик закончена обвязкой посмотрите что у меня получилось я достаточно плотно вязала соединительные столбики поэтому диаметр вот этого ободка у меня слегка уменьшился относительно диаметра самой заготовки и теперь давайте примерим получившуюся крышку она плотно садится на мою корзинку вот даже так то есть я все оставляю как есть завершаю здесь вязание и уже вверх корзинки обвязываю любым способом если бы крышка была велика для корзинки я бы обвязку делала соединительными петлями по лицевой стороне корзинки это слегка но увеличивает диаметр корзинки а так поскольку меня крышка хорошо села я буду обвязывать так как хочу и еще если вам нужен повыше этот ободок то провяжите после вот этого ряда столбиков без накида еще ряд столбиками без прибавок и потом уже делайте обвязку